То есть вот такие мусоропроводы у нас везде были по всему дому, они их были вынуждены покрасить. Покрасили, конечно же, частично, только в зоне мусоропровода. Также поменяли все лифты, не только в нашем доме, но и, насколько мне сейчас известно, как минимум в 10 домах нашего города. Сегодня мы подготовили второй пакет документов, который состоит из 28 документов. Специально сортировал все документы по папкам. В общем, переписка предстоит большая. На этот раз все вот эти статьи мы будем доводить до результата. И каждую отписку, каждую их реакцию будем обжаловать, вплоть до вызова прокурора в суд за их действие и бездействие. Всем привет! Продолжаем обучение по ЖКХ антитеррор. Сегодня у нас 23 января. Прошли сроки по нашему обращению в управляющую компанию с 62 вопросами. Соответственно, сегодня мы подготовили второй пакет документов, который состоит из 28 документов. Из них 3 в жилнадзор, 2 в налоговую инспекцию, 6 в прокуратуры, 1 в МВД и 12 штук затребов в управляющую компанию. Вот они здесь все расписаны. Большинство из них мы отправили. Осталось нам отправить в МВД. Так, какие статьи у нас использованы? Это у нас КАП РФ, 10 обращений по КАП РФ и 2 обращения по Уголовному кодексу Российской Федерации. В прокуратуру отправляли удаленные через интернет-приемные. В МВД я сейчас покажу, как будем отправлять. В ФНС отправлено тоже через интернет-приемные, покажу. В ДСВЖР по электронной почте отправлено. В жилнадзор инспекцию тоже по электронной почте. Ну и еще в живую съездим, продублируем в письменном виде. Обратите внимание, настройки отслеживания, они выставлены в соответствии с законодательством. И так как у нас через 10 дней заканчивается срок по затребованию информации по чердакам и подвалу, я вам советую за эти 10 дней не полениться и сходить сфотографировать все входы и выходы на чердак и подвал. На чердак у нас один выход, а вот в подвал, так как у нас первый подъезд, у нас снаружи подъезда есть один вход и внутри подъезда, под лестницей. Советую сфотографировать оба. Делаются две фотографии. Делайте первую фотографию, это крупным планом, что она не опечатана. Вот такая. И общий план, ну это слишком близко, нужен общий план, чтобы видно было, что нет таблички с информацией, где находятся ключи. Вот тут указано, что в ЖО2 находятся ключи, но не указано в какой квартире. Почитайте заявление, законодательство требует указывать номер квартиры, ближайший, где находятся ключи. То же самое вот вход в подвал, тут вообще никакой информации про ключи. Якобы опечатано, а сбоку просто приклеена бумажка именно к двери. И общий план, что нет таблички с информацией, где находятся ключи. Специально сортировал все документы по папкам. Вот эти все документы будут приложены в виде архива к видео. Доработал файл ссылки и контакты. Добавил несколько ссылок полезных. Разделил. Переименовал файлы корреспонденции. Вот старая корреспонденция, то что я проходил свой путь. И новая корреспонденция. Здесь ссылка на вот эту таблицу. Я ее расшаривал для всех. Можете брать и сохранять себе на Google Диск. Создать копию на мой диск. Окей, и она у вас сохранится. Потом ее просто переносите себе в ссылке. И пользуйтесь, отслеживайте каждый день. Как пользоваться таблицей? Я рассказывал в предыдущем видео. Можете его найти здесь, по этой ссылке. Или напрямую у меня на YouTube-канале. Переписка системы или секреты обжалования. Также добавил 170-е постановление госстроя. 354-е постановление. В этом файле приведены выжимки из законодательства по срокам дачи ответов от управляющей компании. Все файлы уже сформированы. Они в виде вордовского файла. То есть меняйте свои данные. Формируете PDF. В данном случае в жилнадзор обязательно нужно подписывать. Соответственно, мы подписали, отсканировали и отправили в электронном виде. Здесь то же самое. Здесь добавили в конце фото мусоропровода. Они его не обрабатывают хлоркой. Также здесь же найдете образцы, как нужно фотографировать. Обязательно нужно показать, что пол грязный. Лучше это делать днем, при хорошем освещении. И сам, я не знаю, как называется, люк мусорный. Его тоже должны обрабатывать и содержать в чистоте. Вот наглядный пример. Можете сфоткать не только у себя на этаже, но и в других подъездах. И приложить к данному заявлению. Как отправлять в жилнадзор инструкция? Тут же тоже приложено. Тут и email адреса мы нашли. Намного больше, чем в прошлый раз. В налоговую отправляется через интернет-приемную. Вам понадобится образец вашей попрошайки. Здесь он приложен. Здесь, в этом документе, приложена карточка предприятия. Ее сможете найти на официальном сайте управляющей компании. Мне удалось ее найти по адресу DSVGR, загрузки, документы, карточка, xls. В принципе, перейдя на сайт, можете найти карточку предприятия среди разных менюшек. В прокуратуры, опять же, направляли по всем трем уровням вот эти ключевые файлы, которые сформированы в PDF-ку, преобразованы в PDF-ку и присоединены вот эти два приложения. Так, по 407 счету, привлечение директора, управляющей компании по 539 за непредоставление информации и в прокуратуру о том, что на ГИС ЖКХ отсутствует информация, которая должна быть там разночтена согласно законодательству. В МВД напрямую по 327 УК РФ и за требуя в управляющую компанию требуем предоставить информацию по различным вопросам. Всего 12 обращений. То есть берете вордовский документ, меняете свои данные, внимательно читайте, потому что тут есть где-то счета, где-то идентификаторы специальные, по датам смотрите тоже, е-мейл-адрес, ну и соответственно свой реквизит. Потом преобразуйте в PDF-ку и в таком виде по электронной почте можно отправить. Как отправлять во все эти инстанции? Удаленно через интернет я показал в предыдущих видео, кроме ОМВД и налоговой. Давайте отправим в ОМВД. Через поисковик вы ищете вашего ОМВД, вашего округа. У нас это ОМВД ХМАО, 86 регион. Прием обращений. В принципе все интернет-приемные они одинаковые. В ОМВД тоже есть ограничения, сюда нельзя, невозможно вставить текст, поэтому вручную пишем коротко суть, прикрепляем файл, и отправляем. Здесь нужно отправить на эту кнопку, вам на почту придет код подтверждения, указывайте его здесь, нажимайте подтвердить, подтверждайте корректность данных и отправить. Точно так же происходит, то же самое делается на сайте МВД РФ. Выглядит это примерно так же. заполняете, отправляете, и вам на почту приходит уведомление с идентификатором, который вы записываете вот в эту колонку. Обратите внимание, здесь мы отметили, что данный наш затреб реестра был уже обжалован, и номера обжалования 4,5, то есть вот этими действиями 4,5, исходящий номер мы обжаловали за 3 приестра, которые нам не предоставили. Как отправить в ФНС? Набираем налоговое Сургут, интернет, приемная. Здесь пролистываем самый низ и воспользуемся традиционной формой. Субтитры создал DimaTorzok Здесь, кажется, фамилия, имя, отчество И, наверное, не обязательно Телефон тоже не обязательно Сюда Вот сюда вставляем текст Из нашего файла вордовского Допустим, вот это обращение Полностью копируем Сюда вставляем Выбираем файл Указываем e-mail Формат хотим ответ получить в форме pdf Субъект Хмала Адрес указываем Город тоже указываем Индекс И отправить Вам на почту придет идентификатор Прием обращения Вот такие пришли Это пригодится в будущем при обжаловании И при отслеживании сроков Ближайшее, что сработает, это в течение двух дней Должны предоставить документы по энергоаудиту Который должен проводиться раз в пять лет Потом у нас будет затреп по средствам на дом Какие имеются в наличии Тоже полезная информация Их можно тратить по усмотрению жильцов дома Потом акт выполненных работ должны предоставить Ну и прокуратуру мы поставили короткие сроки отслеживания Это три дня Через три дня Плюс три дня на регистрацию То есть всего шесть Должны присылать уведомления О продлении сроков рассмотрения В общем переписка предстоит большая И каждую отписку Каждую их реакцию Будем обжаловать Вплоть до вызова прокурора в суд За их действие и бездействие Следите за новостями На странице Сургутнадзор ВКонтакте Здесь я разместил пост Можете его найти через поиск Вводите результат Либо фразу антитеррор И здесь вот результат Можете оценить То есть вот такие мусоропроводы У нас везде были по всему дому Они их были вынуждены покрасить Ну и покрасили конечно же Частично Только в зоне мусоропровода Ну хоть так сделали Также поменяли все лифты Не только в нашем доме Но и Насколько мне сейчас известно Как минимум в десяти домах Нашего города А у нас в основном Многоквартирные Многоподъездные дома Здесь мы общаемся с жилнадзором По поводу их бездействий И что управляющая компания В прошлом году Отделывалась только устным замечанием На этот раз Все вот эти статьи Мы будем доводить до Результата Также заходите на мой Ютуб канал Сургуднадзор 2 Здесь найдете все эти видео Много чего интересного Плюс добавил Плейлисты Которые вам помогут Например ЖКХ антитеррор Для каждого Выделил в отдельную категорию Видео про директора Управляющего компании Русин Алексея Александровича Находится на старом канале Он называется Сургуднадзор Вольный Сургут Вот оно Называется Руки я не распускал На этом все Следите за новостями Скоро будут Первые результаты Благодарствую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова